Здравствуйте! В эфире Инсталайф. Продолжаем готовиться к приемной кампании в Казанский Федеральный Университет 2022 года. Представлюсь, меня зовут Ром Полинсков и сегодня у нас в гостях представители Института филологии и межкультурной коммуникации. С вашего позволения я представлю тех, кто сегодня к нам заглянул на огонек. Резда Фаиловна Мухамедшина, профессор, декан высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации имени Будуэна де Куртене. Резда Фаиловна, добрый день. Рамиль Хамитович Мирзагитов, прошу прощения, доцент, декан высшей школы национальной культуры и образования имени Габдулы Тукая. Рамиль Хамитович, здравствуйте. И Фануза Харисовна Тарасова, доцент, декан высшей школы русской и зарубежной филологии имени Льва Толстого. Резда Фаиловна, вам тоже доброго дня. Добрый день. Большое спасибо, коллеги, что нашли время к нам прийти, заглянуть на наш, точнее, ваш инсталайф. Перед тем, как я вам дам вводное слово, напоминаю для тех, кто сейчас нас смотрит в прямом эфире в инстаграме, то, что вы можете задавать свои вопросы по ходу прямого эфира для наших гостей. Обо всем, все, что вы напишите, мы обязательно обсудим. Я так понимаю, у нас сегодня очень много интересной информации для абитуриентов и даже для студентов, которые учатся сейчас в институте филологии и межкультурной коммуникации, поэтому предлагаю вот как раз-таки вводное слово начать по каждому из ваших отделений что-нибудь рассказать. Институт русского языка, вернее, институт филологии и межкультурной коммуникации, это одно из крупных структурных подразделений Казанского федерального университета. И в институте филологии и межкультурной коммуникации три высшие школы. Я представляю высшую школу русского языка и межкультурной коммуникации имени Будуэна де Куртене. Наша высшая школа является центром изучения русского языка как государственного, русского языка как родного, русского языка как неродного и русского языка как иностранного. Мы реализуем направление педагогическое образование, русский язык и литература, пятилетнее обучение. Мы готовим учителей, преподавателей русского языка и литературы. На это направление в этом году нам выделено 20 бюджетных мест. Это направлении педобразования русский язык и литературы есть и заочная форма. На заочной форме 25 бюджетных мест и учиться нужно 5 лет 6 месяцев. Вступительные экзамены по этим направлениям обязательно ЕГЭ русский язык и литература и на выбор общества знания иностранный язык. Есть еще одно направление педобразования русский и английский язык. Русский и английский язык уникальная программа, которая дает право преподавать как русский язык, так и английский язык. Пятилетнее обучение, вступительные экзамены английский, русский обязательные и общество знания. Бюджетных мест 15. Кроме педагогического образования мы реализуем направление филология. Филология преподавания русского языка как иностранного с углубленным изучением иностранных языков. Это направление готовят специалистов, которые могут обучать русскому языку иностранцев. Сегодня очень востребованы специалисты такие за рубежом, потому что очень много совместных предприятий, экономических взаимоотношений. И за рубежом везде нужны специалисты, которые знают русский язык, а русскому языку нужно учиться рубежом, нужно работать в дипломатических ведомствах. И, конечно же, обучать русскому языку иностранцев можно только через иностранный язык, поэтому им дается два иностранных языка. Для иностранных студентов у нас есть направление лингвистика, русский как иностранный. Четыре года обучения, а предыдущее направление филологии тоже было четыре года обучения. Там шесть бюджетных мест, лингвистика и РКИ, только договорная форма, потому что это направление для иностранцев. Вот главное направление нашей высшей школы, которая реализует, еще раз говорю, русский как государственный, русский как иностранный. Мои коллеги продолжат. Спасибо, Резидор Фаилина. Ромир Хамедович. Хайрликан, абитуриент лар. Здравствуйте, добрый день, уважаемые абитуриенты, родители. Я представляю высшую школу национальной культуры и образования имени Габдула Тукая. И наша высшая школа готовит специалистов в области татарского языка и татарской литературы, преподавателей иностранных языков, это английский, китайский, турецкий языки, преподавателей музыка, преподавателей рисунка, дизайнеров, журналистов. И с 2018 года мы готовим билингвальных и полилингвальных педагогических кадров для образовательных учреждений Республики Татарстан по таким профилям, как математика, физика, история, общество знания, иностранные языки, музыка, начальное образование и дошкольное образование. Что касается приема 2022 года, в этом году планируем набрать, как и прежние годы, две группы по направлению подготовки специалистов в области татарского языка и татарской литературы. Одну группу набираем по образовательной программе и педагогическое образование татарский язык, литература и русский язык. Это новая программа, срок обучения 5 лет, выделено всего 25 бюджетных мест, вступительные испытания ЕГЭ по русскому языку, по обществу знанию и внутренний экзамен по татарскому языку. Экзамен будут проходить письменно, в форме тестов во второй половине июля. Можно будет сдавать и очно, приходя в наш институт, и дистанционно с помощью проктринга. Вторую группу набираем по образовательной программе филология, татарский язык и литература, журналистика. Программа реализуется совместно с акционерным обществом Татмедиа. Выделено также 25 бюджетных мест, вступительные испытания русский язык, татарский язык, внутренний экзамен, и на выбор абитуриента. Абитуриент может подать результаты единого государственного экзамена по одному из следующих дисциплин, или общество знания, или истории, или иностранный язык. Но здесь срок обучения уже 4 года, а не 5 лет. Данное направление ориентировано на подготовку филологов-бакалавров в области татарского языка и литературы, и журналистов для работы в разных средствах массовой информации, в том числе на телевидении, но только на татарском языке. Впервые в следующем 2022 году набираем студентов на направление рекламы и связь с общественностью по профилю копирайтинг и бренд-коммуникации. Группа будет договорная, в этом году бюджетных мест нет. Программа будет реализовываться на дневном отделении, срок обучения 4 года. Что касается вступительных испытаний, абитуриенты должны сдавать ЕГЭ по русскому языку, по обществу знанию и на выбор абитуриента, либо история, либо информатика, либо иностранный язык. Завершив обучение по данной программе, выпускник может работать в крупных компаниях, рекламных фирмах, предприятиях, типографиях, средствах массовой информации, в качестве специалиста по рекламе, копирайтера, в качестве бренд-дизайнера, веб-дизайнера, пиар-менеджера и других. Я уже сказал, что 2018 года мы реализуем проект по подготовке билингвальных и полилингвальных педагогических кадров. Вот в этом году по этому проекту тоже набираем 5 групп по 25 человек на дневное отделение. Профили следующие. Это математика и иностранный английский язык. Здесь вступительные испытания русский язык, общество знания обязательные. И на выбор абитуриента очень много дисциплин. Здесь математика, иностранный язык, информатика, физика, биология, химия, география, история, литература. Абитуриент должен сдать единый государственный экзамен по любым из этих предметов. Второе направление, вторая группа. Начальное образование и иностранный английский язык. Вступительные испытания и такие же, как в предыдущей группе. Третья направление. Иностранный английский, второй иностранный язык. Здесь вступительные испытания иностранный язык, русский язык и общество знания. По этим направлениям мы набрали уже и предыдущие годы. А вот следующие две направления, это новое направление, набираем впервые в этом году. Это музыка и иностранный английский язык. Здесь вступительные испытания, русский язык, общество знания, иго. И внутренний экзамен по музыке. По музыке сдают комплексный экзамен, включающий музыкальный инструмент, салфеджио и вокал. И второе новое направление, это изобразительное искусство и иностранный английский Здесь вступительные испытания русский язык, общество знания, ЕГЭ, также внутренний экзамен по основе изобразительного искусства. И по музыке, и по основам изобразительного искусства экзамены пройдут в гибридной форме, тоже во второй половине июля. И в течение года проходят у нас занятия и очно, и дистанционно по подготовке к этим экзаменам. И на отделении заочного обучения планируем набрать одну группу из выпускников педагогических колледжей в количестве 25 человек на направлении педагогическое образование с двумя профилями подготовки. Начальное образование и дошкольное образование. Но здесь уже в билингвальной образовательной среде, а не в полилингвальной образовательной среде, то есть русский и татарский языки. Вот вкратце о тех направлениях, которые мы планируем принимать в 2022 году, летом этого года. Добрый день, дорогие наши абитуриенты, уважаемые родители. Если вы хотите знать иностранные языки, свободно владеть именем, быть академическими, мобильными, общаться с носителями языка, то вам обязательно надо поступить в высшую школу русской и зарубежной филологии имени Льва Толстого. Основные направления подготовки это у нас филология. Направление филологии включает в себя такие профили, как прикладная филология, русский язык и литература. Это очная форма обучения. На данный профиль у нас 15 бюджетных мест. Хочется сказать, что она отличается от педобразования тем, что непосредственно она связана с такими направлениями, как нейролингвистика, компьютерная лингвистика, корпусная лингвистика. И на данный профиль абитуриенты должны предоставить документы о сдаче русского языка, литературы. А вот третий экзамен, он уже на выбор. Может быть история, общество знания, иностранный язык. То есть здесь есть выбор. Следующий профиль это зарубежная филология, английский или испанский язык, литература ведения и перевода ведения. Данная программа у нас очень востребована. Это глубокое изучение языка и литературы ведческих дисциплин. На данное направление на 2022 год у нас 14 бюджетных мест. И здесь принимаются результаты ЕГЭ по иностранному языку, по русскому языку и по литературе. Уже второй год мы продолжаем набор на такой профиль, как зарубежная филология, иностранный язык, перевода ведения. Хочу обратить внимание ваше на то, что это очень заочная форма обучения. На следующий год у нас 12 бюджетных мест. И этот профиль хорошо подходит тем, кто одновременно хочет совмещать и работу, и обучение. Также те же результаты ЕГЭ, литература, иностранный язык и русский язык. Хочу обратить внимание всех абитуриентов и родителей, что в этом году, в 2022 году, мы объявляем набор на новую программу. Это лингвистика, русский жестовый язык. Такая программа существует только в Московском ВУЗе, и впервые она будет реализовываться в Казанском федеральном университете. Русский жестовый язык. Теория и практика перевода. Она у нас очно-заочная. На нее у нас предложено 13 бюджетных мест. И хочу сказать, что данная программа уникальна тем, что есть возможность не только изучить жестовый язык, но также и включает в себя углубленное изучение английского языка и ознакомление с международным жестовым языком. Вступительные экзамены русский язык, иностранный язык второй. И третий на выбор. История, литература, общество, знания, информатика и ЭКТ. Следующее направление, которое реализуется в нашей высшей школе, это педагогическое образование. Это очень востребованное направление. И оно представлено такими профилями, как иностранный английский язык и второй иностранный язык. Как второй иностранный язык абитуриенты могут выбрать и французский, и испанский, немецкий, в том числе и восточный языки, китайский, корейский, арабский языки. То есть это в зависимости от желания самого абитуриента. На данную программу она у нас очная, пятилетнее обучение, 19 бюджетных мест. Кроме этого, четырехлетнее образование представлено профилем иностранный язык, французский язык. Данная программа у нас реализуется совместно с университетом Париж-Сорбона. И выпускники данной программы имеют возможность получить одновременно два диплома. Это Казанское федеральное университет и документ французского вуза в Сорбоне. Следующая программа – это иностранный язык, немецкий язык. Данная программа реализуется уже не первый год у нас. И хочу сказать, что центр ДАД, немецкий центр ДАД, находится в нашем институте. И это дает возможность нашим учащимся проходить стажировки в вузах Германии. Не только стажировки, но также и практики, которые включаются в данную программу. Следующая программа – это у нас заочная форма, иностранный язык, английский, только английский язык. Но хочу порадовать, на данную программу у нас в этом году 45 бюджетных мест. Программа очень востребована, потому что также все-таки наши студенты пытаются совмещать и работу, и учебу. Поэтому для тех, которые могут это делать, для них это просто возможность и обучаться, и работать. На иностранный язык, французский язык, очная форма – 20 бюджетных мест. На иностранный язык, немецкий язык – 15 бюджетных мест. И на заочные, ой, и на заочные, которые я сказала, 45 бюджетных мест. Что же позволяет нашим студентам совершенствовать иностранные языки? Ну, во-первых, хочу сказать, что это, как я уже отмечала, это стажировки университета Барселоны, Испании, технический университет Дрездена, Германия, Лейбцкий университет, Германия. Кроме этого, наши студенты имеют возможность участвовать в таких грантах, как грант правительства Республики Татарстан-Алгарыш, летние вузовские курсы для студентов Германии, а также общение с носителями языка непосредственно на практических занятиях. Также несколько слов хотелось мне сказать о тех профилях и направлениях магистратуры, которые у нас представлены в высшей школе русской и зарубежной феологии. Это магистрская очная программа иностранной языки в сфере профкоммуникации – 15 бюджетных мест. Текстовая аналитика в образовании и науке – очно-заочная, это по направлению феологии – 15 бюджетных мест. Мультининговальные технологии раннего развития детей – это у нас педагогическое направление, очно-заочная, 15 бюджетных мест. Прикладное языкознание – 15 бюджетных мест, а также романо-германская феология. Данный профиль – это заочное обучение, также 15 бюджетных мест. Поэтому приглашаем всех в высшую школу русской и зарубежной феологии. Добро пожаловать! Спасибо, коллеги, за столь подробный рассказ о каждом своем направлении. На первые два вопроса мы уже с вами ответили, которые у нас были заготовлены. Поэтому начнем с вопроса, который нам прилетел из Инстаграма. Добрый день! А в чем разница между направлениями филология и лингвистика? Вот такой вопрос интересует нашу зрение. Филология – это не только язык. Вообще филология, если перевести это слово на русский язык, это любовь к слову. И филология включает в себя и язык, и литературу. Например, если мы говорим английской филологии, значит, изучается английский язык и английская литература. Если испанская филология, значит, испанский язык и испанская литература. А лингвистика – это языкознание. Поэтому лингвистика – это только язык. И, естественно, те, кто выбирает филологию, особенно зарубежную филологию, они приобретают коммуникации не только в области языка, не только в области английского, испанского языка, но они еще и знатоки литературы. И, естественно, что лексический запас таких выпускников намного богаче. — Что же, продолжим по вопросам. Какие проходные баллы были на бюджет в Институт филологии и межкультурной коммуникации? — Ну, я хотела бы сказать по высшей школе русской зарубежной филологии. На зарубежную филологию это были 280-285 баллов, проходной балл. А по педобразованию он достиг 270 баллов. — На зарубежной филологии самый высокий проходной балл, конечно же, у нас по филологии и зарубежной филологии. — Потом на втором месте педобразование иностранный плюс второй иностранный, педобразование русский плюс английский. То есть нужно набрать очень хорошие баллы ЕГЭ, чтобы поступить на бюджет. — Ромя Хмедович, у вас в высшей школе? — По высшей школе национальной культуры и образования есть разные направления. По направлениям татарской языка и литературы средний балл был где-то 70 за один экзамен. В среднем в сумме 210 получается за три экзамена. — Хорошо. Продолжаем по вопросам. Есть ли возможность у студентов выехать на международные стажировки? — Этот вопрос касается как раз нашей высшей школы. Как я уже говорила, что у нас тесные связи с испанскими вузами и с немецкими вузами. — У нас регулярно студенты каждый семестр выезжают на стажировку и также проходят практики в университетах Испании, Барселоны. Поэтому такая возможность есть. Также центр ДАД, который постоянно предлагает нам всевозможные стажировки. И хочу сказать, что хорошее знание языка позволяет нашим бакалаврам успешно после окончания учебы поступать в магистратуру Германии. — Ну, это относится только к тем вузам Европы, например, которые партнеры нашего... — Да-да-да. Но в основном это касается, конечно, европейских вузов. Если я не ошибаюсь, у нас и чешские университеты представлены. — В Чехии очень много. — В Чехии, да. Конечно, сейчас я не упоминаю про Англию, про Соединенные Штаты Америки. Это зависит не только от желания наших студентов, но и также от той обстановки, которая сейчас существует. — Но вот если, предположим, у института филологии есть определенный список вузов за рубежом, с которыми партнерятся, позволю себе так сказать, а студент хочет в какой-то другой вуз европейский, то есть этот вопрос как-то решается или нет? — Ну, вы знаете, да, вы правильно сказали, что у нас, да, это и зависит и от тех вузов, с которыми у нас имеется сотрудничество. Но очень много студентов самостоятельно уезжают также и в англоязычные страны. Это они решают через международное агентство, и таких студентов у нас очень много. Если уровень языка их позволяет, то их с удовольствием принимают и в других вузах. — Проще говоря, нет нерешаемых проблем, нет сложных вопросов, если захочешь, решишь, да? — Вы знаете, языки дают всем студентам, конечно же, в первую очередь, это академическая мобильность, возможность посетить и обучаться в других странах. — Хорошо. Перейдем к следующему вопросу. Есть ли бюджетные места в области полилингвального образования? Где студенты проходят практику? Куда трудоустраиваются выпускники? — Да, вот я назвал несколько профилей, по которым мы планируем принимать студентов, организовать набор в этом году. Это математика английский язык, иностранный плюс иностранный, начальный иностранный язык, музыка иностранный язык, изобразительное искусство иностранный язык. — Обучение в этих программах осуществляется за счет средств Республики Татарстан. То есть за обучение платят не сами студенты, а Республика, хотя это и группы небюджетные, договорные. Кроме того, студенты очной формы обучения получают стипендии 15 тысяч рублей в месяц. Это очень хорошие деньги. И для того, чтобы поступить на эти направления, абитуриенты, для того, чтобы подать документы даже, заключают договора с общеобразовательными учреждениями Республики Татарстан. В этих же образовательных учреждениях они потом, по окончании вуза, должны будут отрабатывать не менее пяти лет. Поэтому у них такой проблемы с трудоустройством в дальнейшем не будет. — Но это получается как селевики, да? — Как селевики, да. Это как раз и селевики, но не республиканские селевики. А практику они проходят в школах Республики. — С других, например, регионов. Вот, допустим, человек из Ивановской области хочет связать свою жизнь с Республикой Татарстан. — Они могут поступить на эти направления, но у них договор должен быть со школой Республики Татарстан. — Ну, это имеется в виду, то есть без проблем... — Да, да, можно с казанским школой заключить договор, да. — Куда он должен вернуться потом работать после окончания. — Ну, понятное дело. — Не в Ивановскую область, а на Татарстан. — Да, 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 да. — Ну, говорю уж, решил связать свою жизнь с Республикой. — Да, да. — По этому вопросу есть еще что добавить? — Нет. — Хорошо, тогда переходим к следующему. Хочу поступить на специальность филология, в скобочках английский, очно-заочная. Это мое второе высшее. Подскажите, какие экзамены я должна сдавать? — Так, ну, хочу сказать, что после окончания вуза наши абитуриенты могут поступить к нам только по результатам ЕГЭ. После окончания колледжа это у нас внутренние экзамены, поэтому если вы хотите поступить, то я думаю, что если вы успели прикрепиться к сдаче ЕГЭ и имеете возможность сдать в одной из близлежащих школ, то по результатам ЕГЭ мы вас можем взять как раз на эту программу очно-заочную зарубежную филологию, иностранный язык, перевод и ведение. — Хорошо. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, можно ли участвовать в Олимпиаде магистреум, чтобы поступить к вам на магистратуру без экзаменов? — Вот сейчас как раз у нас идет подготовка к этой Олимпиаде магистреум, и по положению, которое принято по данной Олимпиаде, победители имеют право поступить без экзаменов вступительных в нашу магистратуру. — Я думаю, тут стоит дополнить, что за Олимпиада, и как к ней, если идет подготовка. — Вы знаете, данная Олимпиада, она проводится по всем направлениям, направлениям и профилям, которые реализуются в Институте филологии и межкультурной коммуникации. В этом году они просто представлены по направлению педобразования и по направлению филологии. И по результатам данной Олимпиады определяются победители и призеры. Победители по положению имеют возможность поступать без вступительных экзаменов, то есть учитываются их результаты Олимпиады. А вот призеры — это уже на усмотрение комиссии на вступительных экзаменах, насколько они будут учитываться. — Хорошо, следующий вопрос. Нужно ли сдавать внутренние экзамены для поступления в ваш институт? — Да, на несколько направлений нам нужно сдавать внутренние экзамены. Это, во-первых, на направлении педагогическое образование татарский язык, литература и русский язык. Там нужно сдавать внутренний экзамен по татарскому языку. Второе направление — это филология, прикладная филология татарского языка, литература и журналистика. Там тоже нужно знать внутренний экзамен по татарскому языку. Вот эти направления нужно знать по татарскому языку. Еще есть направление, как раз полилингвальное направление музыка и иностранный язык, там сдается внутренний экзамен по музыке. И на направление изобразительного искусства и иностранный язык нужно сдать внутренний экзамен по основам изобразительного искусства. Все эти внутренние экзамены пройдут по расписанию во второй половине июля. — У нас как раз в Инстаграме был вопрос касаемо экзамена по изобразительному искусству. Описали то, что практически во всех вузах проходит одновременно, и как быть в таком случае? — Ну, во-первых, при составлении расписания учитывается еще и резервный день. Можно сдавать экзамен как в основной день, где указано по расписанию. Там указывается и резервный день. Можно прийти и сдавать в резервный день. — Хорошо. Следующий вопрос. Проводятся ли у вас дни открытых дверей? — Да, у нас проводятся дни открытых дверей. День открытых дверей был вчера, в воскресенье. Мы собирали всех, кто интересуется вопросами поступления как на бакалавриат, так и магистратуру. Ежемесячно мы проводим дни открытых дверей. Следите за сайтом и в режиме онлайн, и в режиме офлайн. И придя на день открытых дверей или принимая участие в онлайн, в дни открытых дверей, вы сможете найти ответы на все ваши вопросы. — В каком формате проходят экзамены для иностранцев и когда они начинаются? — Иностранцы — это особая категория, поэтому прием документов для поступления иностранцев начинается с 1 марта. То есть для российских студентов это с 15 июня, а для иностранцев это с 1 марта. И экзамены у них ежемесячно. То есть они начинаются в июне, в июле, в августе. То есть поэтапная сдача в вступительных экзаменах для иностранных студентов. — По поводу сдачи экзаменов. Интересная тема в связи с нынешней эпид-обстановкой. Как в этом году будут проводиться экзамены в вашем институте? То есть только очно или в онлайн можно в формате тоже сдавать? — Ну, в гибридной форме, да. То есть те, кто, например, у нас очень много студентов из Китая, абитуриентов. Если границы не откроют, естественно, что студенты из Китая будут сдавать в режиме онлайн. Если откроют, они могут приехать и сдавать в режиме офлайн. То есть вот чем хорош Казанский федеральный университет, что он представляет возможность в гибридной форме и учиться, и сдавать вступительные экзамены. — И внутренний экзамен тоже так же. И по татарскому языку, и по музыке, и по основам изобразительного искусства будут проходить в гибридном формате. И очно можно сдавать будет в нашем издании на Татарстана-2. И дистанционно. — Ну вот по дистанционному, говорят, сурово как-то принимают такие экзамены обычно. А есть такая возможность, предположим, первый раз попытался дистанционно, но из-за проблем с техникой, интернет отвалился или еще что-нибудь, решил в резервный день подать на офлайн формат. То есть такой возможно, такой перевод? — Если технически, да. Если технические проблемы были, можно. — А если он не ответил, то второй попытки у него, естественно, нет. — Хорошо. Вот еще один вопросик к нам прилетает. Скажите, пожалуйста, как можно поступить в факультет филологии из Таджикистана в бюджетное место? — Иностранные студенты имеют право учиться только на договоре, если не государственные линии. То есть если их обучение оплачивает их государство, Таджикистан, то пожалуйста. Тогда они должны поступать по линии государственной. Да? Таджикистан-Россия. А вот так, конечно, они не могут претендовать на бюджетное место. — Хорошо. Сейчас, возможно, мы продублируем тот ответ, который у нас уже был, потому что ротация зрителей у нас молниеносная. Очень часто новые люди приходят к нам на эфир в Инстаграме. Подскажите, какое код направления, изо, иностранный язык, какие ЕГЭ нужны? — Изо, иностранный язык, там нужны ЕГЭ по русскому языку, по обществознанию и внутренний экзамен по основам изобразительного искусства. — Три экзамена. Два ЕГЭ и внутренний экзамен. — Хорошо. На этом у нас вопросы подошли к концу. Предлагаю подвести нам с вами итог нашей сегодняшней встречи. — Уважаемые друзья, всех вас ждем в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. До свидания. — Удачи вам на экзаменах. До встречи. — До встречи. — Что ж, коллеги, благодарю вас, что вы нашли время к нам прийти. Будем ждать следующей встречи. По-моему, она у нас по графику уже совсем скоро намечается. Но на этом все. Это был Инсталаев, Институт филологии и межкультурной коммуникации. Увидимся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова